Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Виктория Власова. Я уже более 8 лет помогаю девушкам создавать, сохранять отношения, восстанавливать, становиться счастливыми и любимыми. И за годы своей практики я заметила, что есть действия, которые приводят к тому, что отношения, они по-любому разваливаются. Есть действия, которые ведут только к тому, что отношения с каждым годом становятся все счастливее, все наполненнее. И в этом уроке я расскажу именно про три признака, по которым можно определить, что скоро произойдет расставание. И сразу, забегая наперед, когда мне мои клиенты обращаются ко мне на консультации и говорят, что Виктория, почему я должна что-то делать для отношений? Всегда вот в таком ключе говорят, я говорю, вы не обязаны делать, но мужчины нет способности создавать атмосферу и нет способности задавать тон в общении. То есть то же самое, что у них нет способности, скажем так, рожать детей. У вас же такого не приходит в ум, что почему, вот я не буду рожать, рожай ты. Ну то есть это заложено природой. То есть вы можете сейчас отрицать, можете там, не знаю, думать себе как хотите, вот. Но если вы вот эти два компонента не умеете создавать, то ваши отношения будут, ну как бы, ну вот одни, крах придет в другие, третий, и вот так по кругу будут идти. Вот. И в отношениях всегда, вообще не только в отношениях, по всем законам, скажем так, у нас есть либо рост, либо деградация. То есть если на данный момент у вас, в ваших отношениях происходит там, не знаю, застой, зашли в тупик, и вы это чувствуете, вас что-то напрягает, это говорит о том, что отношения или медленно опускаются вниз, или летят со скоростью звука, и уже, в принципе, придет конец. И ваша задача, если вы не хотите, чтобы пришел конец, то необходимо в эту тему восстановления, построения отношений нырнуть чуть глубже. И в этой лекции я вам расскажу про три признака. Вот. Если вам, конечно же, нужна помощь в отношениях, в восстановлении сохранений, с любой проблемой в отношениях, то вы можете вот здесь где-то там кликнуть вверху. Если вы в ТикТоке меня смотрите, то вверху кликаете по фотографии и переходите в мой профиль, и там, где пишет фотография, и под фотографией есть ссылочка такая, вот, где там опыт, психология отношений пишет, и вот там ссылочка. Кликайте по ссылочке и пишите мне в любой мессенджер. Вот. Я вам подскажу, что делать в вашей ситуации. Вот. И смотрите. Вот если пускать все на самотек, то отношения в любом случае не завершаются. И знаете, вот сколько ко мне девушек вот с такими крокодилями глазами обращаются, говорят, Виктория, а я думала, что оно как-то само собой волшебным образом как-то наладится. Нифига не наладится волшебным образом. Потому что что падает вниз, оно падает. То есть только усилием можно назад вернуть, вверх его, да, вот. Получается, если вы, ну, как бы ничего с этим не делаете, то, конечно же, ничего не будет меняться само по себе волшебным образом. Вот. Первый такой звоночек, звоночек такой, который должен насторожить вас, это когда мужчина отдаляется. Как это можно ощутить? Каждая из нас, я знаю, мы это чувствуем. Что мужчина стал, вот меньше общается, меньше как-то пишет уже. Раньше писал там доброе утро, спокойной ночи. Сейчас может пропустить, сослаться, якобы, не знаю, забыл или еще что-то. Допустим, нет такого энтузиазма. Раньше он вас звал, хотел там видеть, встречаться с вами. А сейчас он как-то, ну, не знаю, неохотно. И то больше с вашей какой-то инициативой. То есть, ну, в последнее время в основном ваша инициатива. То есть, или встретиться, общаться. То есть, вы подхватили. Это очень плохой признак, потому что мужчины по природе свои охотники. Вот. И когда девушка берет ружье и начинает охотиться за мужчиной, это конец и крах. Вот. То есть, нужно сложить, как бы, ружье и разобраться, что на самом деле у вас происходит в отношениях. Что, какая причина, в кавычках, какая черная кошка перебежала дорогу. Вот. Словить кошку и вернуть обратно. Я шучу, конечно. Вот. Но разобраться, в чем причина. Причина всегда есть. Всегда. Ну, то есть, возможно, в одном и следующем какой-то лекции я вам расскажу. Сейчас не тема, не сегодняшнего нашего урока, видео. Вот. Смотрите. Когда вы, допустим, живете вместе, и вы чувствуете, что мужчина уже неохотно с вами как-то общается, неохотно возвращается домой, и вас внутри, вы отслеживаете, что вас это прям бесит. Бесит в каком плане? Что вы прям хотите от него что-то вытребовать. Вот. Почему? Давай поговорим. Почему ты мне меньше со мной хочешь общаться? Почему? То есть, у вас прям такая какая-то прям хочется его как-то заставить, что-то с ним сделать, чтобы он с вами как раньше уделял внимание. То есть, это вот такой прям звонище. Не звонок, а звонище такой, который говорит о том, что что-то нужно менять конкретно. И в вашем поведении, возможно. Вот. То есть, находить причину. Причину я, конечно, могу подсказать на своей консультации. Когда я ознакомлюсь с ситуацией человека, то есть, у нас заполняется анкетка, отвечается на 30 вопросиков. Я смотрю на ситуацию, читаю ее, это все анонимно. Вот. И перед консультацией ознакомлюсь и вижу, где какие подводные камни, что происходит в отношениях. И могу подсказать конкретные советы, что делать. Поэтому, если у вас такая вот ситуация, первый такой звоночек, обращайтесь по ссылочке. Или вот там где-то вверху, то есть, если в ТикТоке это по ссылочке в шапке профиля, если там на Ютубе или в других социальных сетях вы меня будете смотреть, это будет внизу под видео. Вот. Так. То есть, получается, смотрите, даже вы можете отследить, чем больше вы мужчину пытаетесь как-то к себе привязать, чтобы он больше с вами проводил времени, больше с вами уделял внимания, общался. То мужчина просто не хочет. То есть, это видно по человеку, что он не хочет. То есть, здесь давление убираем, потому что давлением вы ничего, своими истериками вы ничего не сможете изменить. Вы только меняете атмосферу. Хочется, у вас атмосфера негативная. И от этой атмосферы хочется просто сбежать на Луну. Поэтому важно менять состояние, атмосферу и разбираться, что на самом деле у вас происходит. Поэтому, если самостоятельно не можете разбираться, обращайтесь, помогу. Вот. И дальше, то, что вы в таком неком подвешенном состоянии, когда вы не понимаете, то ли вы в отношениях, то ли вы не в отношениях. Что такое, кто мы друг другу даже хочется спросить, задать вопрос. Вот. Это говорит о том, что мужчина, скорее всего, как-то слился. То есть, вы не чувствуете. Потому что, когда у вас все супер в отношениях, у вас не возникает никаких вопросов. Почему он не пишет? Почему он не звонит? Почему он не приглашает? Или почему он не хочет со мной общаться? То есть, у вас вопроса вообще не возникает. Если у вас есть какие-то вопросики, связанные с мужчиной, с отношениями, это говорит только о том, что у вас что-то творится неладное. То есть, вы или уже не в отношениях, а находитесь в иллюзии. То есть, уже мужчина прекратил общение, прекратил отношения. И вы еще надеетесь, питаетесь надеждами. У меня даже подобная ситуация была, когда мужчина просто слился. И девушка несколько месяцев даже ждала, что когда он объявится, то есть, она никуда не встречалась, не общалась ни с кем. А оказывается, даже дальше через пару месяцев, что оказалось, что он уже даже женился. Представляете? Поэтому, если вы чувствуете, что у вас что-то не так, вас эта ситуация какая-то напрягает, то это говорит о том, что нужно с этим что-то разбираться. То есть, важен взгляд со стороны. Потому что отношения, если они не развиваются, если они зависятся, потому что есть различные этапы отношений, и если нет перехода с этапа на этап, то знаете, как с первого класса во вторую, с третьей, вот так. Если такого перехода нет, то это говорит о том, что отношения зависли и все, как бы они на месте стоят. То есть, они дальше не разбиваются. Когда на месте, это вопрос во времени, через сколько произойдет, собственно, расставание. И самая, знаете, частая ошибка, девушка вот в такой ситуации, когда что-то происходит, ей это не нравится, она что? Она начинает истерить, она начинает обижаться, она начинает требовать, она начинает ревновать, предъявлять претензии. То есть, это все манипуляции. Когда вы применяете манипуляции в отношениях, человек это чувствует. То есть, это чувствуется, и никто нас не любит, когда с нами манипулируют. Дорогие девушки, есть другие, намного эффективнее, намного круче методы, которые можно использовать так, чтобы ваши отношения только развивались. То есть, я за то вообще, сколько я девушек, женщинам обучаю, провожу различные семинары, курсы, провожу консультации, я всегда как бы обращаю внимание, что вы ничего не добьетесь, когда вы будете от него требовать, когда вы будете заставлять, прибивать там, не знаю, возле себя на какой-то цепь его, да, вот сажать. То есть, это все методы из безысходности, от того, что вы не понимаете, что вам делать, как вам быть. Я за то, чтобы именно сделать так, чтобы мужчина сам хотел возле вас находиться, чтобы он сам хотел с вами проводить время, чтобы у него вот это желание, тяга, она усиливалась с каждым днем все сильнее и сильнее. Потому что, когда, допустим, происходит отдаление, когда что-то не так происходит в отношении, это говорит лишь об одном. Вот. У мужчины есть два состояния. Есть состояние то, когда его тянет к вам, когда вы его привлекаете, как женщина, интересно, как женщина, то он делает все для того, чтобы быть с вами, встречаться с вами, проводить больше времени с вами, то есть, вы это видите, чувствуете. И второе, это когда он не хочет ничего, то есть, он в ваш адрес абсолютно ничего не делает. Бобик сдох, все. Вот. Есть еще, внимание, промежуточное такое состояние, когда он еще не определился, то есть, когда он стоит как будто бы в тамборе, знаете, когда в поезде, вот человек стоит в тамборе, и он такое ощущение внутри, то есть, он не понимает, ему вернуться в отношение обратно, то есть, ему назад или он уже будет сходить на ближайшие станции, то есть, он еще думает, то есть, он понимает, что его вот эта тяга, влечение к вам, оно пропало, она куда-то ушла, и он еще прислушивается, а действительно ли так, а не показалось ему. И вот здесь очень важно не истерить, не делать вот этих всех, что вы делаете, концертов, когда эмоции танцуют в сальсу, вот, потому что вы только оттолкнете мужчину, и все. И на этом будет, ну, как бы точно он увидит такую сумасшедшую, которая постоянно орет или там предъявляет претензии, вот, простите меня, я как бы не хочу никого обидеть, вот, но это состояние, в которое мы впадаем, такой паники, ааа, что делать, вот, то вот это состояние, оно нормальным не назовешь его, вот, и периодически, ну, многие туда проваливаются. Так вот, когда вы видите, что мужчина мечется, он не понимает, то ли с вами быть, то ли не быть, то ли он уже начал говорить о том, что его чувства прошли, вот здесь важно, внимание, разбираться, что происходит в ваших отношениях, то есть не ждите, не перекладывайте на то, что мужчина должен разобраться, я такая, постою, моя хата с краю, ничего не знаю, а потом вы будете, потому что отношения намного сложнее восстановить потом, когда, после расставания, чем по горячих следах взять и все, ну, как бы, все наладить, вот, поэтому, если ваше отношение на грани разрыва, вы чувствуете, что вот что-то не то происходит, что мужчины уже в лечении, страсть, чувства к вам подостыли, обращайтесь, я вам с радостью помогу, даже за одну онлайн-консультацию по скайпу, по ватсапу, по вайверу, мы с вами сможем разобрать ситуацию и дам конкретные вам действия, что говорить, как себя вести, как себя позиционировать, что изменить, дам техники, дам, ну, конкретные рекомендации без воды, вот, если вы чувствуете, что вам не устраивает вот эта ситуация, вы хотите что-то поменять, вы хотите, чтобы мужчина снова вас влюбленными глазками смотрел, чтобы он хотел снова с вами встречаться, заботиться, чтобы говорил, как я себя люблю, ты у меня самая лучшая, чтобы вы чувствовали от него вот это влечение, теплоту, ласку, как раньше, да, вот, то обращайтесь, я вам с радостью помогу и не пускайте на завершение, такое скажу, не пускайте ваши отношения на самотек, потому что потом, после расставания, мне девушки все говорят, вот, если бы я знала, то я бы раньше к вам бы обратилась, или даже я не говорю только про меня, то есть, ну, как бы специалиста, который вам откликается, в который есть результаты, отзывы, которые вы чувствуете, что интуитивно мы все чувствуем, что да, может мне помочь или не может, вот, поэтому, если вам нужна помощь, обращайтесь, вот, вот эти три признака я вам рассказала, их намного больше, возможно, еще запишу в следующей какой-то части, все тогда, всего доброго, пока-пока, с вами была Виктория Власова, вы достойны любить и быть любимой, чего вам и желаю.